Музыка Говорил, честно говоря, мне для этого надо буквально пересмотреть и прямо уточнить по полкам. Но я просто не смотрел. Я понимаю, что человек пургу несет. Натуральную пургу. У того же Ильина там есть вещи, которые мне оказались очень полезны. Они дали мне толчок к размышлениям. Например, о совести как о предстоянии. Есть у него там такое понятие. Я вот уже в одном ролике начал про это говорить и прервался. Но мы тут уже говорим час двадцать семь. Ну ладно, я сейчас расскажу повторно. Я тут просто уже озвучил эту мысль человеку в очках, но не сразу запись включил. А я повторно, как правило, уже не так объясняю. У Ильина есть такая мысль о совести не как о стыде за то, что ты что-то сделал нехорошее и тебе стыдно, а о совести как о предстоянии. То есть наш русский человек имеет такую способность чувствовать себя предстоящим перед Господом, перед Богом, перед Его величием. И когда ты стоишь перед Богом, то есть ты чувствуешь, что ты предстоишь перед чем-то бесконечно великим и бесконечно чистым. То, что есть любовь, то есть буквально это чувство любви огромной. Бог – это чувство огромной любви. Причем это не земное чувство, не планетарное. Оно вселенское. И когда ты, твое Я православное предстоит перед этим великим чистым, огромным чувством, силой невероятной, ты волей-неволей себя с этой силой соотносишь. То есть то чистое, что есть в тебе, оно откликается, дает отклик. И вот это чувство чистоты, которое человек наш в себе чувствует, оно есть в каждом. Ты его волей-неволей бережешь и не пачкаешь. И поэтому люди у нас не тащат трубу, которая лежит там где-то на земле, перед чьим-то домом. Или, допустим, я этому человеку в очках, я, по-моему, в бустере этот разговор выложил, и там нет вот этого моего монолога. Я ему рассказал, на примере, что я выдал человеку вместо 12 колец 13 по ошибке. Ну, по ошибке. Отдал, он мне принес кучу такую, надо было отполировать, отремонтировать. Вот. И он ушел с ними. А я ищу кольцо, у меня есть квитанция, а кольца нет. Я думаю, что ж такое, куда оно делось? Куда я его там, там, сям посмотрел? Ну, нету. И он мне через два дня звонит, этот человек, говорит, вы знаете, вы мне, по-моему, выдали лишнее кольцо. Жена, говорит, вроде в этой куче какое-то незнакомое. Я говорю, да, у меня потерялось чужое кольцо. Он говорит, ну, я живу далеко за 60 километров от города. Мы редко бываем тут, мы лето живем там. Вот. Я вам только через там неделю-полторы смогу привезти. Я говорю, хорошо, спасибо вам большое. И он мне привез через это время, понимаете? И таких людей у нас очень много. Люди забывают заплатить, я забываю взять. Они уезжают, возвращаются сами, говорят. Я вспомнила, там, приехала, там, забыла, там, заплатите, там, 400-500 рублей. Вот откуда это отсюда, когда у человека есть вот чистота какая-то внутри, и он ее не хочет марать. И у нас этого стало появляться все больше и больше. Если в 90-е вот это делячество, вот это рвачество считалось как бы нормой, да мне плевать на вас, я тут там такой секой, там, вот это. Вот. Но Украине это осталось до сих пор. Они хвалятся этим. Вот эти ребята, которые работают в колл-центрах, работают и разводят стариков, они считают это признаком успеха. А это мир, вот для нас это мерзко. И за что еще я уважаю Путина, что за период его правления вот этой чистоты становится все больше и больше и больше. Хотя у меня масса претензий к православной церкви. Я считаю, что не она в массе своей, а он, как пример, понимаете, как пример человека чистого, достойного, нравственного, своими поступками вот эту чистоту в нас раскрывает. Полностью с вами согласна, да. И это именно православная чистота и православная совесть. И у меня еще были размышления на эту тему, я просто забыл их. Мне вот в некоторых беседах, я вспоминаю, потому что я что-то услышу, я хожу на работе, размышляю, думаю, я это, к сожалению, не записываю, ну, мне некогда просто, а потом забывается. И в некоторых роликах я могу вспомнить или развить с некоторыми людьми, а с некоторыми не могу. Вот некоторые люди, вот мне тяжело с ними говорить, я опускаюсь на их уровень, вот, скажем так, ну, грамматика вот их, словоизложение, пунктуация, вот. Начинаем подражать, это крайне плохо. Ну, упрощаю себя до их уровня. И мне тяжело эти мысли излагать. А есть люди, с которыми получается вот раскрыться, потому что я говорю и понимаю, что им понятно, что я говорю, им не надо упрощать. Вот, забыл, что тут хотел сказать, вылетел от головы. А, вот Ильин меня натолкнул на эти мысли. Вот, и вообще, если почитать у него какие-то работы, он, в принципе, говорит тоже, что и я, но я удивительным образом к этому пришел своим путем через культуру, хотя читаю и соглашаюсь. Вот поэтому мне часть его неинтересно было читать, потому что новую там я открываю мало для себя, а со многим другим согласен. Или что-то мне категорически просто, ну, неприятно, когда он это говорит. Вот это его отделение, например, большевиков от русского народа, да, он отделяет, он разделяет русский народ и большевиков. Он не считает, что большевики были частью русского народа, за которым этот народ и пошел, поддержал. Не победили бы иначе большевики, если бы не поддержка. Никогда. Вот никогда. Более того, я совершенно уверен, что большевики в массе своей первые, они были искренними, потому что я сам таких застал. Я застал натурально вот коммунистов и большевиков, ну, которых уже мое поколение считало чокнутыми. Ну, по-своему, да. Ну, если бы они реально как бы не думали, да, и не были бы такими вот от сердца, не было бы всех этих... Проиграли бы. Проиграли бы войну. А вот такие все комсомольские подвиги, все эти бамы, все эти там строки комсомольские. Люди же шли туда, они же там не из-за того, что там много денег платили, а реально они хотели страну лучше сделать, и не хотели, ну, поднять страну с колен, да, чтобы всем было хорошо. То есть это были... Павка Корчагин, да, вот эти вот подвиги этих комсомольцев, коммунистов молодых, и во время войны, они действительно... И Сталина, вот как на Западе не поручат, да, я часто в комментариях пишу, когда про Сталина начинают говорить. Я говорю, он проходил всю войну в одном кителе, сына не поменял на генерала, и умер в одном, в том же самом кителе, можно сказать. А сколько сделал для страны? Они этого не знают, это никто им не расскажет. То есть, по их мнению, Сталин, это ничем не отличается от какого-нибудь там Байдена, который накрал миллионы на взятках, там, на Борисме, на всякой разной. То есть для них он какой-то там тоже король великий, который там миллионы какие-то зарабатывает, но это же неправда. Но Сталин-то был вообще не такой, он же себе там ничего не пригреб. Это не просто, Юлия, неправда. Вот вы поймите, почему я забыли швейков, да? Вот, скажем так, основная глубинная причина, почему я забыли швейков. Сейчас сдохнет, сейчас сдохнет у меня. Ну, сейчас я быстро скажу. Быстро, да, сейчас все, потеряем. Потому что, в частности, Сталин был человеком абсолютно другого масштаба личности. То есть не ради денег. Есть люди, для которых деньги нахапать, это слишком мелко для их личности. Это слишком примитивно. То есть задачи, цели, желания Сталина, потребности его личности, его я были гораздо выше. И у большевиков то же самое. И это именно причина этого, именно вот это православное воспитание, вот именно это чувство предстояния перед Богом, соотношение своего чистого, своей души с великим. Понимаете? Вот то, что предки наши нарабатывали поколениями, православные наши предки, вот это великое чувство, чувство великого я сопричастного с Богом. И вот только это чувство великого я чистого, оно и могло понять огромное количество людей на построении справедливого мира, которым не будет собственности и эксплуатации человека человеком. Понимаете? Богатые люди деньги отдавали, состояние свое отдавали стране, говорят, хорошо, мы готовы всего этого лишиться, только лишь бы построить современное общество. Ой, справедливое. Такие люди были. И красноармейцы шли, жизни за это отдавали. И революционеры. Это вот только в России могло такого случиться. Завезли Макс и идею сказали, давайте, все дело в эксплуатации человека человеком, это несправедливо, и присвоение продуктов его труда. Надо уничтожить частную собственность. И только русские сказали, да, точно, так мы царство Божие построим. А попы все нам врали, потому что видели на глазах, что да, было много неверующих, формально верующих, как и сейчас. Как и сейчас их тоже полно. Федор, давайте мы тогда вот эту тему, может быть, про религию уже, может, на другой раз и ставим. Я просто боюсь, что мы не сохраним сейчас разговор, у меня компьютер сдохнет и вдруг не сохранится. У меня тоже сохранится. А у вас сохранится, да? Ну, это если у меня компьютер подохнет, запись сохранится. Запись я вам вышлю, я же вам всегда высылаю. А, ну, придет этот, в этом, этот, просто у меня уже пришло сообщение, что ваша батарейка уже все на исходе. Дело в том, что я про религию скажу, вот, в двух словах напоследок. Многие вот против религии, у меня даже в Телеграме один товарищ появился, который говорил, что не надо путать веру и религию. Вот, это вера хорошо, религия плохо. Дело в том, что религия – это систематизация веры. То есть, системная вера – это и есть религия, когда ты не просто веришь, не просто веришь, а когда ты знаешь историю, когда ты знаешь суть религии, когда ты понимаешь смысл учения, заповеди Христовых, того, что было, того, что будет. Ну, вообще, все. И задача, и задача церкви, задача религии – сохранение веры. Она для этого существует, чтобы веру продвигать и веру сохранять. А то, что когда религия начинает служить в форме и утрачивает суть, вот тогда церковь гибнет и вера гибнет, когда начинает заниматься благом, формой, деньгами, строительством храмов, успехом, а про веру забывают. Вот это беда, вот это гибель. И за гибелью веры идет гибель народа и страны. Обязательно. Не живут народы без религии. Народов без веры и без религии не существует. Они не сохраняются. Поэтому я как-то и сказал, что умный человек категорическим атеистом не будет. Федор, ну смотрите, не забывайте, что при коммунизме, при СССР у нас вроде как религии как таковой не было, но у нас была мораль. Как не было. Была мораль. Она была посадлена от государства. Но все равно была мораль. У коммунистов, у СССР была мораль. Помните, как это было? Как она на фондах нести православную мораль? Да, но они вроде как и не отсоединили от церкви, но морально было. Это недостойно коммунистов, помните, как это говорили? Это недостойно члена партии, недостойно наших ценностей. То есть мораль, она была все равно, хоть вроде бы как не было подсоединено к церкви, но мораль общества, она была даже выше в чем-то, чем мораль нынешней католической церкви, например, которая конкретно подстроилась под сатанизм, и разницы между католической церквью и сатанизмом я не вижу уже никакой. Где венчают геи в церкви, где венчают всяких трансгендеров и устраивают в церквях, в этих католических, геевские парады. Юля, я вот скажу, дело в том, что я считаю, что большевики, вообще коммунисты, сделали гигантскую ошибку, скажем так, не то что не поддерживая веру, а проводя огромную пропаганду, дискредитируя ее, просто дискредитируя. Не в научных спорах каких-то и диспутах, как они могли бы бороться. А они просто занимались ее дискредитацией и тем, что подтачивали ее основы, ее финансовые основы. Вы знаете, было так... Дайте я договорить, пожалуйста. Постойте секунду подключу тогда этот чарджер, иначе мы сейчас поэто сдохнем. Сейчас, секунду. И было это особенно в конце. Именно потому идеология коммунистическая и вырождалась, что они учения сделали сакральным. Сакрализировали его и избавили от всякой критики. Оно прекратило развиваться. Но в начале пути, в 20-е, в 30-е годы, как только победили троцкизм, который натурально искоренял, церковь разрушал, иконы жег, фарварскую совершенно борьбу вел с религией, потом это прекратилось, когда Сталин пришел к власти. И тогда церковь была просто отделена от государства. И ей сказали, что мы церковь финансировать не будем. Церковь живет на пожертвовании верующих. То есть не государство использует как орудие в своих интересах для эксплуатации трудящихся. Нам она в этой роли не нужна. Мы никого не эксплуатируем, как опиум для народа не используем, не говорим, что все, что устроено, это от Бога, власть от Бога, даже наша. Пожалуйста, веруйте, но за счет пропаганды своего учения и на сбор от верующих. Вот верующие вам дают, полный вперед. И даже на моей памяти, я не знаю, чтобы на верующих были гонения, за ними присматривали. Но я, например, помню, я поступал, когда учиться, я поступил, и нас вызывали на собеседование группами. И со мной там группа из пяти человек, зашла девочка, у нее спрашивали, кто, откуда, чего, спросили. Комсомолка, она говорит, нет. Я тут же спрашиваю, а почему вы из верующей семьи? Она сказала, да. И все, она поступила, ей подобрали девочек, с которой она будет жить в комнате нормальных. Таких, которые не будут там, не смеяться, не подавлять. И она так жила, училась спокойно, никто ее не травил, никто никогда ее не попрекнул, не сказал. В общем, то, что она из верующей семьи, знал только я и те, кто в комнате были. Никто даже не обсуждал это ни с кем. И пальцы показывал ни разу. Последнее, что, ну, уже сейчас можно говорить, я подключила, зарядку подключила. Я просто не ожидала, что мы долго так задерживались. Я думала, лишь 15 минут, да, я ставила зарядку в другой комнате. Вот, смотрите, вот я как помню, да, когда я росла в Советском Союзе, то всегда был разговор именно, что, ну, мы же изучали работы Ленина, коммунизм, это история коммунистической партии в университете, это же был предмет целый, мы же конспектировали. Я помню, до 4-х часов утра сидела, что-то там Ленина какую-то работу конспектировала и заснула. Заснула, в тетрадке пишу, записываю Ленина там какие-то тетезис, и там было к утру, там что-то законспектировать, столько-то там работы. Вот, история КПСС была, предмет обязательный же был в то время. Да-да-да. И это, ну, то есть какое-то понятие у нас, то, что мы изучали, это есть понятие. И вот, что в работе Ленина же там была основная посылка кое, что религия – это опиум для народа. То есть он не говорил, что вера – опиум для народа, а что религия – опиум для народа. И, смотрите, Фёдор, всё-таки наше последнее с вами интервью тоже, когда мы религии коснулись, вот там тоже там комментарии много понаписали, что там с вами не согласны, но мы не углублялись в эту тему, мы потом перескочили на другое. Когда я сказала, что я приехала в США, первые впечатления мои были. И, смотрите, то есть что имеется в виду религия опиум для народа? То есть есть институт вот таких церквей и зажиревших в то время попов, да? То есть были в то время зажиревшие попы, так же, как они есть зажиревшие попы и сейчас. И когда людям показывают… Сказка про Баудона. Да, 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 то есть священники, которые ездят на этих Мерседесах или там Айбахах и так далее. Вы знаете, это не добавляет людям уважения, симпатии к институту и религии. Поэтому я хотела сказать, давайте отделять, как говорится, веру от института религии. То есть можно, например, не уважать каких-то попов, которые… Вот в католической церкви выяснилось, что педофилией они занимались, и мальчиков там извращали. И столько там было вот этих вот случаев, что начали судить одного за одним. То есть там пошла целая цепочка раскрытия вот этих… Я же говорю, это служба. Давайте, да… То есть форма осталась, сутана, церковь, там, служба – это форма, понимаете, ритуал. А содержания нет, содержание всё выхолочено полностью. Я же про это и говорю. Ну тут я с вами согласна. То есть говорить о том, что нам надо сейчас всем стать религиозными, ну как шесть религиозные. Можно делить… Свобода, я тоже про это говорил. Вот это понятие глубинное, мы даже не осознаём, насколько они влияют на нашу жизнь, но они влияют. Мы поведение выстраиваем, исходя из этих представлений. Там представление справедливости, там ещё о чём-то. Фёдор, опять я сейчас вам опять в этот момент скажу. Вот всё время вы на веру и на религию. Глядите, мы, если вы говорите, мы выросли при православии, мы как раз-таки выросли при коммунизме. И в церковь мало кто из нас ходил. Мы были в пионерских галстуках, в значках комсомольских. Мы отношения мало имели к религии в то время и к вере, к православии. Может быть там… Огромно, Юля, имели отношения. Подождите, сейчас я скажу свою. Все ваши моральные ценности, которые… Да, но они от нас от коммунизма шли, понимаете. Наши коммунистические лидеры… А какие лидеры, Юля? Ну, всякие были. Но когда принимали комсомольцы, да, вот мы были пионерами, давайте поможем, пойдём бабушкам. Мы пошли, помогли бабушкам, да. Давайте пойдём металлолом соберём. Мы пошли, собрали металлолом. Давайте макулатуру соберём. У нас были эти моральные ценности, неважно, они шли там из комсомола, из пионеров, были там честь коммунизма, честь коктябрёнка, честь пионера, не замарайте честь. У нас была честь, у нас были моральные ценности. И неважно, этот поп на Майбахе приехал и нам рассказал про эту мораль. Или у нас эта мораль была в обществе, потому что Сталин был моральный, или там Путин моральный. У нас это чистота населения, она сама из-за, как у нас раньше на старину говорили, коны. У нас были коны, люди жили по конам, они не жили по законам. Это потому я и плюю на эти законы, потому что законы – это не коны, это всё, что за коном, это наоборот неправильно. Кон – это правильно. Мы жили по конам, то есть по моральным принципам, и это у нас, неважно, какая у нас власть была, коммунизм, коммунизм, не коммунизм, была православная религия, не было. Люди жили по моральным принципам, у нас есть этот компас моральный. И в религию, вы знаете, как я, например, Нива Церковная, и я некоторых попов в этих золотых церквях, я их как-то не очень, честно говоря, принимаю за моральные принципы какие-то. Но у меня есть моральный мой компас, внутренняя совесть, которую я следую, как говорится. Откуда она взяла, что у вас? А я говорю, что это в народе, есть своя... А в народе откуда? Ну, прямо с религией, хотите сказать. А откуда, Юля? А если язычники, наши предки, которые перенуплены, они-то тоже были все морально? Вы с чего это взяли? Что они были моральны? Ну, что они были моральны? Ну, потому что коны были. Потому что люди жили по конам. Вы читали эти коны? Они где-то записаны? Морально? Ну, нет, они не записаны, они просто передавались. А с чего вы взялись? Где, кто передавал? Ну, не знаю, есть норма общества, да? Ваша бабушка вам рассказала, что её пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра бабушка до кричения Руси. Понимаете? Она жила по кону, и в устной форме вам эти коны она передала, что ли? Этого не было. Это выдумка новейшая. Это одна из новейших выдумок, задача которых уничтожит нашу мораль. Вот наша сущность, да? Точно так же, как уничтожена Дестинная Церковь. Абсолютно точно так же. То есть создана красивая легенда. Да, есть это слово «кон», есть понятие «законом». Оно действительно оттуда идёт. Вот эти нравственные представления. Но кто вам скажет, что они входят в противоречие с православием? С чего вы взяли, что в этом есть противоречие? Наше православие, оно может выросло из этого органично. Религия и мировоззрение, оно не стоит на месте и революционно не меняется. Оно эволюционирует. Вот точно так же. Да, существуют революционные скачки. Реформа происходит. Но всё новое, оно растёт на фундаменте старого. Точно так же, как кодекс строителя коммунизма наш. И вот эти все вот «переведи бабушку», «собери металлолом», «помоги друзьям». И это всё абсолютно точно православная этика. А до православной мы жили не по законам. Наши предки не жили по законам. Вы их знаете откуда. Вам кто про них рассказал? Вы сейчас сидите, предполагаете? Нет, это всё передавалось. У казаков был свод. У казачества были своды. У нас в станице был атаман. Они были православными. Но когда эти кодексы были, это не было сказано. Потому что ты православный, поэтому это по религии. Нет, был кодекс чести, так называемый кодекс чести офицера. Были всегда кодексы чести, морали. И не надо вот прямо к церкви это привязывать. Я считаю, что привязывать это к церкви, а православие это что? Вера, православная вера. Вера, что Иисус Христос родился где-то в Иерусалиме, умер на кресте. А доказательства? Я вот, честно говоря, не очень ваше. Но где у вас доказательства про конов этих? Про них вообще ничего не осталось. Ни легенд, ни былин, ни записи. Ноль, зеро, понимаете? Археологи находят этих, как его, идолов? Скрижали. Какие скрижали? Нет, не скрижали. Идолов находят и говорят, да, были язычники, молились тому-то, такому-то Богу. В летописях есть, в каких-то православных упоминаниях о язычниках, есть, существуют. Но суть этой веры и про коны, про какие-то, нигде никто ничего не оставил. Это всё написано господином Коганом в Лондонском Сити. Ну, знаете, книги все жгли, при Петре Первого пособирали все книги. Откуда вы тогда о них знаете? Потому что были, потому что были. Да вы откуда это знаете? Слушай, ну, как общество само знает мораль, само знает мораль. Когда ты делаешь правильно, а когда ты не делаешь неправильно. Соответственно, это общество, но это не потому, что, во-первых, крестили, извините, мечом и крестом, да, там, огнём. Кучу староверов поубивали, куча староверов поубегала в леса, там, где-то жили. Почему вы прямо молитесь на эту православную, на эту религию? А кого крестили? Староверы были православными. Да не были они. Хорошо. Здрасте. Хорошо. Они крест носили. А те, которые отказывались креститься, почему их пожгли всех? Те, кто отказывался креститься? Они отказывались креститься в реформированной церкви. Но и та, и та церковь православная, обе они православные. Случилась реформа, никонианство. Пришёл Никон, провёл реформу церковную. Сказал, что будем по-другому служить. Будет другая суть. Понимаете? А до этого, до этого, люди, никакой религии у них православной не было. Их начали насильно вводить в православие. Это всё православие, оно вообще вышло с этой еврейской, короче, Библии, которая старозаветная. И кто знает, может, они придумали. Говорят, мы придумали эту религию для гоев, чтобы они слушали. Но про язычество вы уже всё знаете. Вот вас послушать, про этого вы не знаете, но про язычество, которое было до этого, вы знаете. Ну, про расход церкви мы знаем. Но вопрос, что крестили, это тоже религия, это пришла православная тоже на нашу землю. А наши предки жили же по другим законам. По конам. По конам. По моральным. По каким? По моральным. А что, православные по моральным, что ли, жили? Вот 200-300 лет по моральным жили? Я не говорю, что они жили по моральным. Но мораль и церковь, сейчас она вас когда переплюла, что мораль должна быть только в церкви мораль. А без церкви мораль не может быть. А при Пушкине, когда, как его, про балду Пушкин писал? Ну вот, вот вам, пожалуйста. Что было морально? А что было морально, если ненавидели этих попов? Ненавидели этих жирных, толстых попов. Вот вам, где церковь, а где мораль. Церковь и мораль, они в разных местах. Иисус вообще церковь разгромил всю. Выкинул их всех этих монетчиков с этой церкви и сказал, идите отсюда, вам тут не место. Юля, он не с церкви выгнал, а с синагоги. Ну, с синагоги, да. А наши, чем отличается сейчас церковь? Торгуют точно так же. Все литургии, все заплаты, свечки все продаются. Золотые купола церкви, это закуполят, это золотом покрывают. Я не поклонница вот этих вот жирных на Майбахах попах. Никаким местом. Ни разу не видел ни одного жирного попа на Майбахе. Ну, посмотрите на нашего, как этого Кирилла. Вот на него посмотрите и увидите. Послушайте, наш Кирилл, наш Кирилл, глава гигантской церкви. Гигантской. Это индустрия денег зарабатывания. Вот эта вся церковь. Вот когда бы он ходил в черной рясе и жил бы там на Соловках где-то, вот я бы сказала, да, он... Нет, вы знаете, вот эта вся церковная хрень, это натурально опиум для народа. В том числе и это. Я вам могу рассказать про церковь, неприятных вещей, да, тоже, понимаете, ну, сталкивались. Вот. Но, тем не менее, не надо путать веру, веру, которая сформировала наш народ и на которой наш народ до сих пор жив и стоит. Наша вся мораль сформирована за последнюю тысячу с лишним лет православной верой. Моральные ценности. Это без... Моральные компасы. Так православные. Православные моральные ценности. Не убей, не укради, не выжилай жену ближнего, не чревоугодничай. Ну, это из Библии все принципы. Это из Библии. Они сейчас скажут, ой, там Моисей принёс эти скрижали. А Библия – это не христианство? Вот это вот её еврейская Библия старозаветная, где там... Вы Царевича слушали? Вот послушайте Царевича, когда он рассказывает... Он там хорошо эту старозаветную Библию разбивает про этих богоизбранных людей, которые украли всё золото с Египта, которые подкладывали свою жену под фараона и так далее. Там такая мерзость. Там такая мерзость. Про Ветхий Завет. Про Ветхий Завет. А откуда Моисей, откуда эти все заветы? Вы мне не даёте ответить. Ну, давайте. Вы меня постоянно перебиваете. Он рассказывает про Ветхий Завет. Ветхий Завет был дан евреям. Старый Завет его называют. Вот они по нему жили. Там написана история еврейского народа. А потом Мария родила Иисуса, пришёл Иисус и привёл Христос и принёс Новый Завет, в котором он сказал, нет ни Эллина, ни Иудея. Нет избранных и неизбранных. По сути, все перед Богом равны. И вот этот Новый Завет христианства, в котором нет всего того, о чём вы говорите, понимаете? Иисус говорил совершенно другое. Библия, она состоит из двух частей. Из этого Старого Завета и Нового. И никто её не отделяет. Они на этой Библии клянутся, эту Библию изучают, и до сих пор считают евреям благоизбранными любого, спросите, религиозного американца. Кто они? Я вам говорю, что в религии до сих пор это старозаветничество осталось, оно никуда, они его не отделили. Библия не состоит только из этого части. Какой религии, Юля? А какой религии вы говорите? Христианское, христианство. Они молятся, эти христиане, молятся на этих евреев, потому что они Богоизбраны, как Библия написана. Юля, всё, мы заканчиваем разговор. Я понимаю, вам в прошлый раз, Фёдор, многие не согласились про религию, и в этот раз, я уверена, с вами многие не согласятся. Религия – это одно, а вера, иконы и законы – это другое. Со мной не соглашаются абсолютно невежественные люди, которые не понимают, о чём говорят. Ну хорошо. И недалекие. Ну я, как Кирилла, не воспринимаю образцом, мораль. Вы можете не воспринимать кого угодно. А вы воспринимаете. Зачем вы меня перебиваете постоянно? Вот вам, вас не устраивает то, что я говорю, что вы меня затыкаете? Я не затыкаю. Я слушал вас полтора часа. Дайте мне, вот не перебивая, сказать. Вы можете, имеете право не воспринимать патриарха Кирилла, но я хочу вам сказать, что патриарх Кирилл – это не православная вера, это патриарх Кирилл. Это не вера. Понимаете? По-моему, мы сейчас все запутали уже. На этом месте. Я не запутал, просто это вы в трёх соснах путаетесь. Вы не понимаете? А он не глава православная, церковь в России. Какая разница, какой он глава? Какая разница? Какая глава, такая и церковь. Могу сказать, да. Влияние оказывает. То есть чревоточины, пятна. Я же сказал, что форма, форма есть, и содержание. Когда начинает церковь служить в форме, то есть там антиям золотым, майбахам, там зрелищем, вот этим, словам пустым, ненаполненным содержанием, вера начинает гибнуть. Вместе с верой, с гибелью веры, начинает гибнуть совесть народа. Вместе с совестью народа гибнет сам народ. Всё. Не бывает народов без веры. Не бывает. Вы мне ни одного не назовёте. Нет, если народ без веры, значит, он погиб. Всё. Ну, хорошо. Я, по крайней мере, рада, что вы согласились, что глава церкви не означает, что это и есть вера. Да я вам это говорил, битый час. Вы не хотите меня слушать? Ну, сложно понять. Сложно понять. Понять просто, когда пытаешься понять, а не перебиваешь через два слова. Потому что не хочешь даже знать. Вера и глава церкви, всё-таки они должны как-то коррелироваться. А по-вашему, вы, значит, быстренько отделили веру от главы православной церкви? Не отделил. Не отделил. Не отделил. Я сказал, что религия – это систематизированная вера. Вот как наука – это система знаний. Что такое наука? Это система знаний. Вот стукнулся лбом в ворота, в ворота загудели. Ты ещё раз стукнулся, ты ещё раз загудели. Всё. Это система. Это уже можно назвать наукой, научным знанием. Вывел ты какой-то закон. Примитивный, но научный. Вот точно так же религия – это систематизированная вера, изученная, толкование, практика. Вот так действуешь, получаешь то. Так действуешь, получаешь это. Почему нельзя воровать? Почему нельзя убивать? Всё это сказано в Ветхом Завете. Вот этот вёл себя так, получил то-то, то-то. Люди жили так, получили то-то, то-то. Вот как они жили до того, как пришёл Христос. Как они купались в грехах, какие мерзости они совершали, и что сделали с Христом, Сыном Божьим. И после того, как Христос принёс своё учение, появился Новый Завет. И по Новому Завету стали жить первые христиане. Ну, в Старом Завете, да, там оправдываются все эти мерзости, которые там творятся. Без проблем надо было Моисею отдать свою сестру там фараону, и это всё они не оправдываются. Они рассказывают, потому что он освободил свою дорогу. Излагается, излагается, как данность. Излагается, что это правильно. Излагается, что это правильно. Всё, что они сделали. И где там сказано, что это правильно. Я не хочу просто с вами спорить, но я читала Библию, и там какая-то мерзость полностью оправдывается. Всё, что он там подкладывал свою сестру, то, что они ограбили всех этих египтян, вытащили всё золото. Это всё было... Бог такой был хороший, что он нам всё это вот так сделал, молодец, нам разрешил всё это вывезти. И мы стали такие классные, потому что мы это Богоизбранные, поэтому мы караванами золота вытащили и сделали кельца этого. А только потому Бог их покарал ветхозаветный, потому что ему не понравилось, что они тельцу молятся, а не ему. Там этот Бог, который ветхозаветный, это просто сатана, самый настоящий сатана. Вот какой там Бог. И эта Библия, она до сих пор не разделена, даже в православии. Мы не ходим в православие и говорим, вот эта Библия, и там только Новый Завет написан. А Старый Завет, он как и приложен, Библия продаётся в двух частях, она не отходит никуда. Но это другой разговор, там много конспирологии, потому что некоторые вообще считают, что Иисус Христос может и никогда не существовал. А то, что там от того, что Его распяли, Он смыл все грехи человечества, это тоже, знаете, такое себе, скажем так. Вот. Ну давайте тогда закончим на тему религии. Может вам надо более с какими-то религиозными людьми поговорить. То есть религиозными людьми я тоже и говорю ещё хуже, чем с вами. Вот поверьте. Вот с ними говорить это вообще ещё хуже. Это большинство из них. Я говорю... Вам надо с Саревичем встретиться. Надо с Саревичем встретиться. Не надо мне с Саревичем встречаться. По поводу Ветхозаветного Библия. Он там хорошо это само разбирается в этом деле. Вы просто вот реально идёте по рельсам проложенным нашими врагами качитесь по этим рельсам. И гибели нашего народа и нашей страны. Ну вы считаете, что если вы не верите в Библию или там Ветхозаветные какие-то вещи, то всё, наконец нам всем пришёл. При коммунизме были моральные ценности. Люди без всякого там веры в православную церковь шли на подвиги и были чистым морально. Чем они закончили? Ну а чем закончилась империя? А чем закончилась империя российская, которая верила и там храмы и строились и так далее и закончилась? При коммунизме закончилась. Ну не закончилась. Тогда мы скажем Советский Союз тоже не закончился. Всё. не закончился. Не закончился. За 70 лет они сами себя просто угробили. Почему? Потому что выродилась идея. Они живы? Да нет, да нет. Просто подкупили, кому надо подкупить. Это был план развала Советского Союза ещё Аланом Данесом. Нужно. Они были, значит, выбрали неидейных. Идейных отравили, как Сталина. Они идейные притворили, что они идейные поставили. Но это не относится к религии никаким местам. Закончилась идея, так религия это тоже идея. Закончилась идея, закончился Советский Союз. Если закончится православная идея, закончится Россия. Почему вы не понимаете этих элементарных вещей? Для меня загадка. Очевидных вещей. Потому что православная религия на данный момент ассоциируется с вот этим вот Кириллом Жирным на Майбахе. Вот почему. Ну, для меня лично. Может, для вас там какие-то старцы на Соловхах ассоциируются. Потом, я была в Краснодаре, они там настроили храмов на каждом углу. На каждом углу храм. Поскольку у меня друзья там влиятельные, меня взяли с собой на освящение. для этого храма. Для чего их настроили? Бабки собирать. А бабло. А бабло собирать. А если бы вы были верующим человеком, бы сказали, для того, чтобы я могла пойти и помолиться. Чтобы денег принесло. Они меня взяли с этими священниками. Я вам рассказываю, что они натуральные. Помолиться надо или деньги чужие, или душу спасать свою. Они строят эти храмы не для души. А помолиться я могу и дома, глядя на небо. А вот. Там собираются деньги. Очень много взносов на эти храмы. Меня взяли с собой на ужин. Мы приходим туда. У них там слуги. Прям слуги. Приходят слуги. Вот такую скатерть самограммку насобирали. И осетрина, и черная и красная. И они сидят, ржут, ржут просто. Как у них, значит, по этой лестнице служебный попов. Одного какому-то такой-то приход дали, а второму там такой-то приход дали. Эй, слушка, неси сюда. Тебе вот эти черновцы наши какие-то прислужники прислуживают. Что это? Я вышла, я просто сказала, так, я понимаю, что вы тут спонсоры а эти взяточники и великие большие люди, которые в Краснодаре выдвинулись, они там в облости гают, типа того, что мы грехи замаливаем. Понимаете, это такая мафия. Это такая мафия. Я в это окунулась вот на ровном месте. Только потому, что эти мои великие, ну, высокопоставленные друзья, они, значит, ну, вбошляют этой церкви, а эта церковь ест, пьет. Ой, мы как пришли, там такие столы накрыли. Ну, я пришла, там они такие столы накрыли. И вот это бегают прислужники, их не прислуживают. Это все, знаете, мерзко. Я себе не так церковь представляю. Вот извините, Федор, но это машина для зарабатывания денег. А помолиться я могу сама дома. Мне не надо идти в церковь, чтобы помолиться. Это тем более церковь, где зарабатывают бабло. И едят, за моей спиной, едят черную с красной крой со такими кусками бетерброда. За вашей спиной это, конечно, не позволительно. Я не сомневаюсь. Ну, потому что не на глазах, на глазах они вроде бы там ходят, службу служат, а только повернулись, там столы у них накрыты. Такие, что ломятся. Таких столов вы не найдете даже у больших очень людей на свадьбе, как у них там просто спустясь вниз в подвальное помещение, где кухня, и у них прислужники вас прислуживают. Их охотят, а я не буду рассказывать. Вы не о вере думаете. Не о вере думаете. Понимаете? Не о вере. Ну, я посмотрела на эту веру. Вот вам слуги, это вера. Вот вам слуги. Жрут, пьют, их охочат. Вот какие мы такие слуги. Какая вера у нас, какая вера, такая церковь. Ну, значит, эта вера негодная никуда. Нет, это мы негодные. А, мы негодные, да? Конечно. Мы же не верим. Мы же свою страну загубим. Я вас уверяю. Пока будут вот такие вот во главе церкви обжираться черные крови, и эти попы, и работники балды, никто верить нормально в эту церковь не будет. Потому что церковь никем занимается. В пятый раз, говорю, если служить содержанию, вернее форме, наплевав на содержание, то будет гибель. Я про это говорил. Может, это слишком сложно для восприятия фраза, но суть именно в том, что вы сейчас сказали. Ну, так и что происходит? Форма, они служат в форме. Они построили на каждом углу храма. Так вы-то вообще ничему не служите. Вы готовы служить каким-то конам, про которые вам Коган рассказал. Коин, наверное. Ну, какой Коин? Ну, какой Коган? Откуда вы это взяли про эти коны? Ну, всю жизнь. Всю жизнь. А вы думаете, православие, она не сконны вобрали. Православие было на конах создано. Какую всю жизнь? Где вы летописи нашли? Летописи. Ну, что, ну, восьмидесят. Ну, да. Где, где, покажите мне? Да книги были. Были старинные книги, которые... Петр первый их всех попалил. С чего вы? Откуда вы знаете, что там было? Ну, зайдите, почитайте, написано, как собирали книги старинные, но в интернете. Убивали старцев, которые могли это все рассказывать. Написано, Петр первый избегение трехсотлетних старцев. Если их убили, вы откуда знаете, что там в этих... Потому что у них дети остались, а дети передали своим детям, а те передали своим детям. Потом и гусли поразбивали, все поживали, чтобы эти гусляры не рассказывали. Все, Юля, заканчиваем беседу. Вот. Ну, вот эти вот попросите мне черную кровь. Вы знаете, мне не внушают вообще никакого уважения, какой-то симпатии к этой религии, которая этим попам строит эти храмы. Бабло просто собирается, строится эти храмы, настраивается. Все, что вы сейчас говорите, это, конечно, заслуга нашей церкви, в том числе нашего патриарха лично. Это вот прямая заслуга. Я сто процентов говорю. Это уровень нашей грамотности. Духовной грамотности. Это сто процентов так и есть. Ну, это печально. Ну, надо церковь, потому что, что они делают, чтобы люди их уважали, надо что-то делать, а не просто настраивать храмы и в подвальчике обжираться черной крови. Церковь, церковь, ничего с этим делать не будет, потому что не в состоянии, похоже, что-то с этим делать. Вот. Делать должны люди. Люди церковь возражают, люди церковь кормят и содержат. И гибель веры, она, конечно, приводит к тому, что вот дистину церковь свалили и ничего, никому так попыхтели чуть-чуть и всё. Ну, в общем, у нас тяжёлая впереди работа и по созданию моральных ценностей тоже, может быть, по реформированию церкви, чтобы люди эту церковь воспринимали. Они, я говорю, если бы я сама лично не коснулась. Надо воспринимать веру, 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 верить. Ну, какую веру эти люди могут дать, если я только что была там, они там молились, тут же собираемся в машины, все по Мерседесу, мы поехали на поляну отдыхать. Они её не дают. Они её должны первое сохранять. Хорошо, кто даёт тогда? Они должны её первое сохранять, второе – нести, проповедовать, проповедовать учения. А веру, веру человек, он осознаёт её сам, он чувствует. Ну, я его про это и говорю. Вот представь, так это никакие не коны. Вы понятия не имеете. Ну, хорошо, тогда это не превославная религия, тогда тоже не она. Вы понятия не имеете, вы понятия не имеете, о чём общался язычник с Перуном, о чём он его просил, о чём шла речь. Может быть, это никто не знает, как это было. Не осталось никаких свидетельств от слова совсем. Остались только догадки. Это догадки, уровень, как вот этот фильм, этот, «Кибердеревня», из этой серии, «Будущее», там показывали, что что они там говорили, мусорные пакеты, там что-то типа алтаря, что ли, было. Я забыл. И кошка считалась священным животным у людей 20 века. Вот мы судим о том, что было у язычников, только с этого уровня. А вот та вот эта языческая, вот эта вот хрень, которая сейчас вот забила голову всем молодым, это новотворчество, это новодел, который создан братьями-конами. Ну, а я считаю, что религия православная, может быть, тоже не была тысячу лет. Мы тоже не знаем, что там было тысячу лет. И был ли тот Христос, мы тоже не знаем. Рассказали ли его, тоже мы не знаем. Ориентируемся на письменные источники. А сколько лет ким источникам? Может, и сто лет назад написали, а нам говорят тысячу лет назад было. Мы так уже не знаем. Мы ориентируемся на источники, на материальные. То есть есть книги, существуют. Есть раскопки. В раскопках написан суть веры языческой. Есть она? Там никаких христов православных нет. Открыли 500 лет, 600 лет круга, но никаких христов, никаких крестов, ничего нет. Не было никакой православной веры тогда, значит. Никто не спорит. А до язычества молились этому медведю. Я тоже могу сказать... Языческую религию притащили из Рима, которую они покорили. А истина – это вера наша, шаманская. И молились мы медведю, Юля. Медведю. Солнцу молились. К лаврату, колесу какому-нибудь. А до медведя? Гирскому идолу, который ему 12 тысяч лет, который на Урале нашли. Вот ему молились. Ну, такая же история про Христов. Давайте ему молиться. Такая же точно. Юля, не такая же. Такая же. Есть Библия, есть материальные свидетели. Вы читали эту Библию. Такой по-разному. Есть экспертиза Туринской плащаницы. О, уже провергли. Можно вы меня не будете перебивать? А провергли Плащаницу уже. Провергли. Вы знаете, что люди, которые исследовали Туринскую плащаницу, проводили, эксперты, атеисты, часть из них уверовала после того, как провели это разведение. А уже разведывались. Оказывается, был платок еще, который тоже был на лице. А на платке почему-то ничего не отразилось. Не разведывались. Но они не про это хотел сказать. Это первое. Второе. Есть сама Библия. Есть уголовные дела из Римской империи, которые хранятся в библиотеке Ватикана. Но не обнародуют их, конечно. Там и наши иконы есть, наверное, Ватикана. Вовозы свидетельств. Там наши, наверное, иконы есть, и всякие разные православные книги, которые собирал Пётр I. Библиотека Ивана Грозного вся пропала. Я скажу так, что я, конечно, проповедник из меня никакой. Я и не проповедник. Верия не силен. Я не читал, не могу сыпать цитатами об истории веры как-то достаточно серьёзно, аргументированно говорить. Это факт. Не мне вот это говорить и проповедовать. Но я совершенно точно, как человек, понимающий, что такое культуру, что такое мировоззрение, я вам говорю, что вы, ваша позиция, это позиция человека, который стоит на краю пропасти и в эту пропасть тянет всё наше государство и весь народ. Вот это я говорю совершенно серьёзно всем атеистам. И ещё раз повторяю, умный человек категорически. А мы не атеисты. То есть если мы не верим в Иисуса Христа, а верим просто в Бога, создателя вселенной, это умный человек атеисты? Нет. Я верю, что есть Бог, я молюсь, я говорю, спасибо Бог за нашу жизнь, которую ты нам не дал, да, и за моральный компас, который ты мне даёшь. Этот компас называется совесть. Если я иду против совести, я сразу чувствую, что я пошла против совести. Мне становится плохо, неприятно, у меня такой осадок некрасивый. Хочется это всё смыть, изменить и поменять, и простить прощение, если я сделала неверно. Мне не надо для этого пойти к этому жирному попу, который жрёт чёрную укру в подвале у себя, и прислужник ему прислуживает. Я просто вышла, у меня хотелось выстирать одежду всю, после этого. Да, меня накормили от пуза. Да, мне носили там вилочки, ложечки раскладывали, и осетрину приносили. Но я вышла, я хотела вымыть. Но я не могла там плюнуть же на всех, да, все ж вроде как сидят. Но я сколько там сидела и кушала, я думаю, они ржали. Мне хотелось бы наблюдать, я понаблюдала, как они хохотали и рассказывали, как они делят эти приходы, и кому какой приход достался. Мне было, я бы никогда в жизни не попала внутрь церкви. Это просто мне повезло, что высокопоставленные друзья отбошляли церкви какие-то деньги на содержание нового храма, который они там строят. Но ничего, кроме разговоров, сколько денег они забирают, и сколько они соберут, и кого-кого повысили, кого понизили, кого в Москву отправили, кого в Питер, разговоров никаких больше не было. И столы ломились. Какая церковь? Что это вообще такое? Во время Пасхи причем. Вот есть иконы, иконы, на которых написаны грешники, идущие в ад. Там разные виды грехов. Так вот, церковные служители, о которых вы рассказываете, идут туда первыми, а за ними идут правители, цари и князья. Вот они идут первыми, согласно христианскому учению. И совесть, о которой вы говорите, и Бога, про которого вы говорите, который существует, про Него я говорил Иисус. Говорю, что Он един для всех. И для вас в том числе. Понимаете? Но я в Него и верю в Создателя. Я верю в Создателя, а не в Попов. А вы смотрите и слышите, не то, что Он сказал, не то, что Он сказал, а на Попа, который в ад пойдет, который сидит и круест, и который пойдет в ад. Вот Он для вас авторитет. Он на меня, наоборот, не авторитет. Нет, Он авторитет. Поскольку под влиянием Его авторитета, вы готовы все учения Христа зачеркнуть и выкинуть в помойную яму. Понимаете? А Христос, который говорил, что Бог един и говорил, что они грешники, не следуйте за Ним. Мне не надо Христос, что верить, что Бог един. Я сама прекрасно понимаю, что Создатель, который создал... Может быть, Он и не един. Может, было несколько этих высших сочностей, которые создали эту землю и людей на этой земле. Почему вы думаете, что Он один? В Библии сказано... Потому что до Его Христос никто этого не знал. Это Боги. То есть, может быть, Он не один. И Он сказал, и создадим землю и людей. Значит, почему создадим? Почему он сказал, я создам? Он сказал, создадим. Может быть... Он появился при Эхнатоне в Египте, но Иисус пришел и сказал, что Бог единый и един для всех. Мне это ничего не меняет. Мне все равно пять их Богов или один этот Бог. У меня есть совесть, когда я вам говорю, что я что-то сделаю не так, я сразу... Внутренняя она, она отдается нам по душе, по роду передается, я не знаю как. Но у меня есть конкретно внутренний компас, который говорит, ты нашел бумажник или кольцо, отдай. Если ты не отдал, тебе плохо чувствуется. Ты себя плохо чувствуешь, что ты... И тебя потом мучают от этой совести, она тебя грызет, почему ты там не отдал, или не передал. Она пойти, передать, отдать. И обидел кого-то, надо пойти, извиниться. Ты потом все чувствуешь плохо, что я человека обидел. Давай позвонишь и говоришь, да хотя даже тебе неудобно признать, что ты был неправ, извиниться перед этим человеком. Мне для этого не надо Иисуса Христа, мне для этого не надо верить какого-то Создателя. Я просто чувствую сама внутри себя, что я сделала правильно, что я сделала неправильно. И это дается нашими воспитаниями, моральными ценностями, которые прививают в воспитании. Хотя нас воспитывали при Советском Союзе, но то, что не бросай бумажку, помогай бабушке, это нам как воспитали, так и воспитали. Неважно, церковь это была или это был наш коммунизм, в народе оно все равно находит отражение. Нам это, мы тянемся к этому. Само оно появилось, от язычников, да? Ну и что? Может, от язычников. Язычники, чтобы вы знали, да? Они только людоинство осуждали. Вот людоинство для них было грехом. А прийти, убить, изнасиловать всех, угнать, включайте. Я считаю, что были светлые они в личности, верили в светлые силы и молились светлым богам, нашим детям, отцам. И мы не были рабами у них, божьими, мы были детьми и внуками этих богов, которые создали нас. Знаешь, лимские летописи о варварах, об их верованиях, об их надоле. А мы не были варвары. Цивилизация была куда круче, чем которая сейчас. Мы были варварами. Да не были мы варварами. Как брат, брат убил брата, забрал его жену, убил всех детей от первого мужа, потом жена ему еще она рожала. Вот почитайте о германских племенах. Да чего будут не про них читать про этих племенах. У нас вообще все вранье сплошное, история, все сплошное вранье. Одно перебрано на другое. Одни только евреи у нас хорошие, а мы были варварами. Правду знаете только вы, потому что кто-то про кона рассказывал. Да посмотрите на все эти построенные храмы, огромные замки, дворцы, которые явно были построены до нашей цивилизации, которые мы не в состоянии повторить. Ни одного из этого собора, ни одного, даже пирамиду эту несчастную гипецкую мы не в состоянии построить. Ее пробовали строить, никто не может построить. Значит цивилизации до нас были куда круче, а никакие не варвары там жили. Юля, это фантазия. Так какая фантазия? Все пирамидами завалено, все миксы. Вы были на Чечен-Ицине, на Майе? Вы были? Огромные сооружения. Мы не в том не состоянии повторить. Куда цивилизация делала? Это варвары что ли строили эти огромные цивилизации? Варвары. А в Камбодже, в Камбодже был город 15 миллионов человек. Да, и что? Варвары построили эти огромные сооружения, там такие сооружения, просто искусство вот этих вырезанных всяких там статуй нереальной красоты. И мы не можем повторить это. Так это варвары-то строились? Не надо вот это нам про варваров рассказывать. Цивилизация была куда круче до нас. Это мы варвары сейчас по сравнению с системой цивилизации. но у нас не стоит таких задач. Повторить мы можем. Пробовали, нет, нет, нет. Прямо выделялись деньги, чтобы хотя бы один блок этой пирамиды вырезать, и не смогли. Для этого необходимо государство, владеющее другими технологиями, технологиями другого уровня. Ну, это что-то из-за того, что у них технологии были круче, чем у нас. Нет, они были не круче, они были другими. В космос они не летали. Откуда вы знаете? А вон у инков есть татуэтки космонавтов. А вон в пустыне Наска там вообще видны всякие рисунки, которые только с космоса видно. Огромные там всякие разные птицы и всякие разные фигуры начерчены, которые только с космоса видно. Ну, так летали же. С чего вы взяли? Потому что кто в этой Наска в пустыне мог такие огромные фигуры сделать из них только с космоса видно? Люди. А статуэтки у этих всех этих самых инков и так далее, у них там статуэтки все с космонавтами, с баллонами, со шлемами и в самолетах. Пора заканчивать. Так что, да, вот эта вера, это все такое, знаете, мы ничего не знаем. Мы знаем, что мы ничего не знаем. Вера, вот альтернативная вера, которую сейчас нам предлагают, новая, прям от лавины их пошла, да, я вот сколько разговаривал с этим, с родноверами, с анастасиевцами и с прочими. Вот их вера, максимум, вот что они, мир, который они могут словами описать, это уровень компьютерной игры. Все. Вот так же, вот у них было, тут такое, это компьютерная игра. Красивая там, у кого богатого воображения, у кого не богатая, вообще примитивная. Федор, даже само слово вера означает верить, а я как бы в знаниях склоняюсь. Вот я буду знать, вот что я знаю, вот я то и воспринимаю. А вера, это кто-то когда-то сказал, никаких толком нет, ни доказательств, ничего. А что такое знание? Когда вы видите своими глазами какие-то факты, или вот математическая формула, да, когда вы сложили этот интеграл, вывели его, вычислили, это знание. Вы взяли, провели эксперимент, раз вот вы провели эксперимент, вы получили конкретный результат, это вот знание. А то, что какого-то распяли, какого-то воскрес, было это, не было, написали, не написали. Тоже про коны я не знаю, были, не были, но откуда так нам все-таки пришел моральный комплекс, может этот комплекс? Я вам рассказал, откуда он пришел. Не с православной веры, потому что православная вера основана на этой ветхозаветной фигне, и там просто развратно, ну старые, а почему Библию, почему не отделяют? Почему не отделяют? Я вам уже говорил, потому что прошлая история до прихода Иисуса, это одно, после прихода Иисуса с его новым заветом, это другое. А почему Библия в одном экземпляре и на ней клянутся, и считают, это настолько хорошо? Посмотрите этот фильм, который я не люблю, «Викинг», там вот церковь православная спонсировала, там ясно, каким плохим был Владимир язычником до того, как принял христианство, и каким хорошим чистым стал после того. Вот тоже самое Библия. До прихода Христа мерзость, грех, гадость. И после прихода Христа это шаг человечества в новое, светлое, в чистое. А они почему-то эту мерзость старозаветную не отделяют и продают в одной книжке христиане. То есть Библия, она всегда в одном кусочке. Потому что они говорят, «Считают евреев бога избранными, считают бога евреев, это отцом, который…» Они это не говорят. Они это не говорят. Они говорят, что всё, что было в Старозавет, это тот бог, это вот этот вот бог, который создал людей, это он и есть, бог этих евреев, это и есть отец, про которого говорил Иисус. А я говорю, что этот бог старозаветный, это сатана, натуральный дьявол, который просто там мерзости творил во всей этой Библии старозаветной. А крестьяне не различают отличия никого нет. И он был отцом Иисуса. Ну так вот, Иисус, если он сын вот этого мерзкого Бога, еврейской Библии, то он для меня не авторитет, потому что тот Бог оправдывал всякую гадость и мерзость, которую творили евреи. И мало того, евреи всю эту мерзость творили, говорят, что это Бог им сказал. Это не мы, это нам Бог наш сказал, пойди вот это всех поубивайте и грабьте, и изнасилуйте. Это нам сказал наш Бог. А потом приходит Иисус, потому что это тот Бог, это Иисус, Отец. Так вот нет, если это другой Бог, тогда надо эту Библию разделить и никогда больше старозаветную часть ни в одну кусочком с новой не совать. У меня очень много мнения на эту тему, я очень много читаю катастрофологических и разных источников. Я это уже понял. Вот, поэтому тут, я на каком-то моменте я сказала, что я ничего не знаю, куча разных теорий, куча много информации, много уже затерто. Вот, если мы Ватикан откроем, тогда мы узнаем правду. Пока мы не откроем подвалы Ватикана, куда никого не запускают, ни журналистов, ни учёных, никого. Там лежат свитки, там лежат настоящие карты Земли, там все сведения есть. И нами пока что правят вот такие сатанисты, которые с Богом этой еврейской части Библии. Вот такие натуральные черти сейчас правят Землю. Юлия, я вас слушаю и думаю, что вы не сильно от них отличаетесь. А ну-ка думайте. Вот они, попы, которые жрут икру, они абсолютно с вами стоят на одной доске, просто они на этих лохах зарабатывают. А вера в них столько же, сколько в вас. Никакой веры не должно быть, кроме фактов. Вот факты мне покажите, тогда я бы поверю. А верить просто там в какую-то там что-то. Поверьте, Бог там выбрал, но я имею в виду, что не в Библию, вот эту вот христианскую Библию. Я говорю, что я верю в Создателя. Есть Висшие Силы, которые нас создали. Он был один, или их несколько. Кто-то нас создал. Илон Маск думает, что мы вообще живём в симуляции. И он говорит, 99.9% мы живём просто в симуляции. Там большой компьютер. Вот как мы сейчас создаём. Каким образом это отрицает идею создателей? Наоборот, её подтверждают. Ну всё, создал просто, как мы сейчас создаём искусственный интеллект, так и нас создал тоже другой компьютер, а мы создаём другие компьютеры. И мы живём в симуляции в симуляции. Тогда чего тогда вообще рассуждать? Юля, я напоследок скажу вам, вы так мне не дали сказать уже давно, что знание – это средство памяти. А вера – это что? А вера – это что? Это слепая вера, непонятно во что. Нет. Само слово вера – рай – это свет, из которого всё создано. Ну да, в свет мы верим, но не в книжки, которые там рассказывают какие-то сказки про каких-то распятых непонятно кого. И то, что его распяли, он все грехи всего человечества списал. Что это вообще? О чём это вообще? А как и как греха лишили, так и грешат. Как воевали, так и воюют. Так что он уже мыл их грехи всех. Давайте дальше насиловать и убивать, он-то уже все грехи смыл. Очередная формальная трактовка, очередная формальная трактовка, которую повторяют служители, опять же, церковники, из поколения в поколение, не понимая смысла этого. И те, кто слушает, не понимают, и те, кто говорит, не понимают. Ну, значит, это проблема религии, если они не в состоянии донести для людей, что они будут думать. Проблема, да, это проблема церкви. Я с вами абсолютно про это и говорю. Но это не вера. Понимаете, не надо путать. Там патриарха Кирилла, церковь. Так они дискредитируют эту веру своим поведением. Дискредитируют, да. Так и вы дискредитируете своим поведением. Вы точно так же. Я говорю, вы абсолютно... Вы одних отличаетесь тем, что... Хорошо, я тоже хожу, педофилией занимаюсь, хамосятией на всякой занимаюсь, пропагандирую это. В церкви к мальчикам пристаю, в церкви мальчиков насил. Вы меня сравнили вот с ними, да, вот с такими. Я на острова вот эти езжу, жертвоприношения младенцев делаю, кровь пью. Вы вот это мне хотите сказать? Я вам говорю, что у меня внутренний комплекс, компас есть, что даже если я там сказала кому-то обидное слово, я потом плохо себя чувствую, иду, извиняюсь. А вы мне говорите, что я такая же, как эти мерзости, которые идут и хохочут. Вы хотите сказать, что кроме попов никто этим не занимается? А кто? А кто? То есть люди, которые не являются служителями церкви, они не бывают педагогилов? Если они ходят... Нет, почему? Другие тоже. Вы же гражданские, такая же. Ну так церковь же сказала уже, что Христос-то уже смыл грехи, так дальше продолжайте. Вы же такая же гражданская, понимаете? Раз вы там из-за одного католиста, из-за этих католистских свеченников, педофилов всех мажете этой краской, то и вы, будучи гражданской, вас тоже так же надо мазать краской. То есть я тоже могу вас так же обвинять, что вы... Хорошо. Вы же сказали, что я грешница, но я же не... Я же не кровать члены, да? Да, я миряне. Вы миряне занимаетесь вот всеми этими гадостями. Вы миряне. Да, ну и миряне занимаюсь, поэтому давайте не надо. Ну так и в церкви не все этим занимаются. А, хорошо, не все, только часть. Так не надо тогда себя ставить... Я церковь, я тут веру принимаю приходящих. Я же не принимаю приходящих, и деньги не беру за покаяние с них, понимаете? Не надо, я с вами согласен, не надо. А деньги берут не за покаяние, деньги берут на содержание. Мы живем в мире, когда храмы строятся на деньги, священники должны на что-то жить и есть их. А нафига нам такие храмы с золотыми куполами? Зачем? Верующие хотят такие храмы. Верующие хотят? Или вот эти сами попы хотят такие храмы? Вот поверьте, попам, попам, на золотые купола... Да, 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 а и на Майбахе тоже по барабану. На Майбахе нет, на Майбахе нет. Это я вам точно говорю. Он протестанты молятся в обычных маленьких белых церквях, сделанных из деревянных бревен. Я проезжала в Оклахоме, так маленькая аккуратненькая белая деревянная церковь стоит, с длинным таким шпилем. А я проезжал вот такая часовенька вообще из бревна. И молятся люди. Молятся. А потом их берут в деньгах и на миске-то часовеньки поставят опять очередной храм от группы. Хорошо. Пусть строят большие... Я хочу, чтобы на Руси были большие, красивые храмы. А потом они идут и пожираются черной икрой в подвале этой церкви. А миряне идут, убивают, грабят, понимаете, а потом эти деньги проигрывают в автоматы. Вот я вас так же буду... А потом приходит церковь и покаяние просят. Все. В разном малиновом пиджаке и покупают золотые купола. Все. Вы поняли друг друга, да, Ленка? Все, спокойной ночи вам. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!